Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Эльвира Зорина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошел первый пресс-конгресс Всероссийского конкурса журналистских работ. 12 февраля в КФУ завершилась ежегодная зимняя школа. Ученые сообщили, что билингвизм способен задержать развитие некоторых болезней. В Казани завершился пятый республиканский форум трудящейся молодежи не словом, а делом. Почетными гостями торжественного концерта стали Дамир Фатахов, министр по делам молодежи Республики Татарстан, и Светлана Захарова, депутат Государственного совета Республики Татарстан, шестого созыва. В номинации «Лучший специалист» по развитию студенческих отрядов 2019 года победила Альбина Муткина, куратор студенческой общественной организации «Штаб» студенческих отрядов КФУ. А теперь к следующим новостям. В Казанском федеральном университете прошел первый пресс-конгресс шестого Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Подробности смотрите в следующем сюжете. В зале попечительского совета Казанского федерального университета Общероссийский народный фронт провел первый пресс-конгресс шестого Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» на тему «Эффективная региональная журналистика». Такое мероприятие, которое проходит сегодня в Казани, оно, я считаю, и для журналистов, и для политиков очень важное. Мы сегодня говорим, что журналистика – это, прежде всего, ответственность перед обществом, журналистика – это работа в рамках того законодательства, которое есть в России, журналистика – это творческая профессия, которая требует определенного подхода и определенного внимания со стороны властей. На мероприятие собрались журналисты, участники шестого Всероссийского конкурса журналистских работ из регионов Приволжского федерального округа, главные редакторы и медиа-менеджеры региональных СМИ, представители профессионального журналистского сообщества по Волжье. Мы являемся учебным заведением, где осуществляется подготовка будущих журналистов, и вот те мастер-классы, которые проходят обычно на площадках аналогичных форумов, они очень важны. У нас идет запись, и потом эту запись или как бы частично, или полностью просматривают и наши студенты, и преподаватели. Здесь, в общем-то, был достаточно такой открытый разговор, и нам очень важно, кого мы воспитываем, куда мы должны ориентироваться, и найдут ли наши выпускники работу после завершения университета. Во время пресс-конгресса Павел Гусев внес предложение поменять систему образования журналистов и начать он решил с Казанского федерального университета. Вектором Казанского федерального университета уже сейчас обговорили, и он сделал ряд предложений. Попросил содействия в том, чтобы помочь организовать такие творческие мастерские. Я считаю, что мы в Казанском университете сможем это сделать, что это возможно. Я окажу эту помощь и как председатель союза журналистов, и лично. Я считаю, что если мы не перестроим и не начнем по-новому работать с медийной аудиторией, с начинающими журналистами, с профессорско-преподавательским составом, мы с вами будем еще дальше отставать. После завершения пресс-конгресса ректор Казанского федерального университета для участников круглого стола провел экскурсию по учебным лабораториям, Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, таким как Ньюсрум и Шоурум. А также показал студии студенческого телеканала УнивертВ. Те студии, которые мы видели, они очень разные, неожиданные, профессионально сделанные. Они, в общем-то, готовы для того, чтобы ребята в них работали, занимались. И самое главное, как я понял, что те передачи, которые вы делаете, информационные и не только информационные передачи, они уже пользуются у аудитории успехом. У вас есть своя аудитория, это не два человека, не пять, это тысячи, десятки тысяч. Значит, вы на правильном пути, а ребята совершенно точно выходят отсюда профессионалами. Вот это самое главное. 12 февраля в Казанском федеральном университете закончилась ежегодная зимняя школа. В этот раз университет посетили студенты из Японского университета Кендай. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Мороз на улице не страшен даже для японцев. 12 февраля в Казанском федеральном университете подошла к концу зимняя школа для японских студентов. В этом году университет посетила делегация студентов из Японского университета Кендай. Иностранцы подробнее узнали об истории нашего университета, познакомились с научными программами, а также обменялись опытом с коллегами. Это зимняя школа для студентов университета Кендай. 15 студентов с разных направлений прибыли в Казанский федеральный университет для того, чтобы познакомиться с его историей, с научными лабораториями, образовательными программами, чтобы посетить музеи и в том числе познакомиться с историей Казани и Республики Татарстан, с культурой, традициями. С посещением университета дело не закончилось. Помимо музея и достопримечательностей КФУ, иностранным студентам показали институт химии, институт фундаментальной медицины и биологии, а также институт вычислительной математики. Значимыми остановками в экскурсии по Казани стали посещение Раевского монастыря и остров города Свияжска, где японцы посетили музей дерева, а также катались на русских санках с горок. Это тоже уже сложившаяся практика. Студенты КФУ участвуют в грантах, в конкурсах на прохождение стажировок в японских университетах. Ну и, безусловно, планируется в том числе и ответный визит, который будет организован для студентов КФУ в университете Киндай. В данном случае это пока предварительные планы. Скорее всего, конкурс будет общеуниверситетский для того, чтобы с разных структурных подразделений была команда, ну и, как говорится, максимально познакомиться с культурой, с историей и другого государства, ну и, самое главное, другого университета. К слову, в планах руководства Казанского федерального университета отправить в Японию ответную группу студентов КФУ. Кто войдет в эту группу, пока не определено, ибо ответный визит еще не обсуждался в деталях, однако критерии отбора студентов уже известны. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Ученые сообщают, знание нескольких языков защищает от ухудшения когнитивных функций, даже тогда, когда в мозге начались дегенеративные изменения. Двуязычий или билингвизм способен задержать развитие болезни Альцгеймера. Подробности в сюжете. Знание нескольких языков препятствует снижению памяти и умственной работоспособности. Владение двумя языками или по-другому билингвизм способствует задержке развития некоторых болезней, связанных с когнитивными нарушениями. К ним относятся болезни Альцгеймера, деменция, слабоумие и другие. Еще в 2015 году было установлено, что билингвизм может отдалить симптомы болезни Альцгеймера над 4,5 года. Новые результаты исследований Йоркского университета в Канаде подтверждают, что билингвы более устойчивы к нейродегенеративным изменениям, чем монолингвы. Многие родители по всему миру стараются воспитать детей билингвов. Преимуществ много. Двуязычие не только развивает гибкость мышления, но и приводит в более четкому пониманию разницы культур. Билингвизм завоевывает целые страны. Например, в Марокко многие учителя легко переключаются между арабским и французским. А в Индии сейчас говорят на более 400 языках. В Новогвинеи на 800. В настоящее время проблемы, связанные с билингвальным и полилингвальным обучением, приобретают большое значение в последнее время. В республике появляется все больше школ полилингвального профиля. В этой связи возник большой спрос на учителей, которые могут работать уже в новых условиях и по-новому. Возник большой спрос на учителей иностранного языка нового поколения. Быть двуязычным значит иметь особенные когнитивные способности. У натуральных билингвов с детства формируется двойная картина мира, поскольку они усваивают социокультурные нормы, историю и менталитет двухязыковых обществ. Безусловно, огромное значение имеет языковая среда, в которой находится обучающийся. И один из языков будет вытесняться другим, поэтому огромное значение имеет постоянная поддержка создания среды в семье, создания обучающей среды. Необходимо отметить, что билингвизм не лечит болезнь, а лишь замедляет ее развитие. Но наш мозг меняется под воздействием нового опыта, а изучение языка – это наиболее доступный из них. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова